Ситуация в области накаляется. Скажите, на какие меры, по вашему мнению, готовы пойти родители детей, которые лечатся в этом центре, чтобы власти... Ну, до того, как это все закрутилось, родители хотели выйти на дорогу, перекрыть вместе с детьми, вот вы видите здесь, какие у нас дети из колясков, да? Вот вместе со своими детьми они хотели идти на дорогу, но мы тогда цивилизованно также запросили разрешение на пикет, потому что я считаю, это, конечно, не мера, тем более... Хотя уже родители готовы, поймите, в области нет вообще реабилитации, но нет ее. У нас существует от Минсоцразвития революционный центр, но все прекрасно знают, какой был выброс на оргсинтезе, а он в непосредственной близости. Мы это так и называем экологически чистая помойка. Пусть кто-то на это обратит внимание, у нас нет реабилитации, и мы только хотели идти и именно заявлять о том, что нам нужна нормальная, достойная реабилитация. То есть вы думаете, что все-таки, если все-таки не будет включен вопрос в повестку дня комиссии, потом Гурдумы, то родители... Мы потеряем коллектив. Нет, это понятно, я имею в виду, родители будут ли готовы пойти на какие-то кардинальные меры, вроде перекрытия дорог? Я думаю, что... На какие меры вы, лично как родители ребенка, готовы пойти, чтобы сохранить центр? Вот я лично, как мама ребенка, готова пойти на любые законные меры. А какие вы имеете в виду меры, что это в себя включает? Я пойду на митинг, на пикет, я пойду на заседание нашей городской думы, возьму ребенка с собой. То есть я имею на это право, поэтому я пойду на любые законные меры. Если нужно будет перекрыть дорогу где-нибудь, мы с ребенком это сделаем. Хорошо, спасибо.